Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на своем канале в Исаду Левогороди. И сегодня я хочу с вами поделиться своими покупками, которые я сделала буквально вчера, съездив в свой любимый магазин в Леруа Мерлен. Потому что все-таки там на некоторые товары более приемлемые цены. И мне хочется просто поделиться с вами своими покупками. Что я купила? Потому что что-то у меня есть, чего-то у меня не хватает, чего-то должно быть много. И, в общем, я решила вам все-все подробно показать. Давайте сначала мы становимся вот на чем. На дюбель с пластмассовым гвоздем. Я уже в прошлом году показывала, для чего я его использую. Я использую его им очень хорошо крепить укрывной материал в земле. Это очень удобно. Если мы с вами, вот посмотрите внимательно, вот видите, какой он. Очень удобно. Вот так в землю его втыкаете. Он вам служит очень долго верой и правдой. Он очень удобный. Но есть просто одни шляпки. И нужно крепить саморезом. Но я вам все-таки советую купить именно вот такой дюбель. Уже он как бы готовый вот с этой ножкой. То есть сажаете вы клубнику, натянули черный укрывной материал, зафиксировали, сажаем клубнику. Вот, например, в этом году я хочу попробовать посадить все-таки томаты на черный укрывной материал. Потому что все-таки есть сорта, которые, да, не требуют подвязки. И порой томаты лежат на земле. Мульчирование я делать не хочу. А вот на черный материал я в этом году попробую, посажу томаты. И посмотрим, каков будет результат. Дальше, что я купила еще? Я купила вот такие вот ножницы. Для обрезки. Вот у меня растет мушка. Она такая очень красивая. Ее постоянно нужно обрезать. То есть эти ножницы для... Так, сейчас я вам скажу, для чего правильно, грамотно они называются. Для живой изгороди. То есть вы можете красиво подстричь тую этими ножницами. Вот мушку подстричь. Ну, то есть такие довольно-таки тонкие-тонкие ветки, да. Девичий виноград. То есть вот ножницы эти необходимы. Они и недорогие, и вот вы знаете, очень довольно-таки такие острые. По ценам я просто вот сейчас, знаете, как не могу так сориентироваться. Чек, к сожалению, выбросила. Но я хочу вас предупредить, я никогда ничего дорогое не покупаю. Я стараюсь покупать качественные, но дешевые. Вот я купила такие ножницы. Я купила себе к шлангам вот такие вот переходнички. Значит, переходник вот такой, как я называю, цаполка, чтобы можно было включать, подключать поливные устройства. И соединение вот шлангов вот такой вот штучкой. Но они вот, кстати, самые дешевые. Я нигде дешевле не видела. Они стоят 21, по-моему, рубль. Вот я их взяла просто, вот показываю две штуки, взяла их много. Потому что иногда они ломаются, приходит в неводность. Их мало никогда не бывает. И вот давайте посмотрим. Вот наш шланг, который я называю шланг-туман. Это шланг, значит, дождеванием. Делаем поливание дождеванием. Он очень-очень хороший. Очень равномерно. Я не раз показывала. Разбрызгивает воду. Не прибивает растения. Не размывает землю после него. Не образовываются корки. То есть достигается эффект, как будто прошел такой спокойный-спокойный дождь. И дело в том, что капли струйки воды настолько малые, что они даже не кажутся такими холодными. Такое чувство, что на солнце они даже, пока они, как говорится, вылетают из этого шланга, не прогреваются. Вот такой шланг. Он есть там, по-моему, 7 метров. Я взяла 15 метров. Чем он удобен? Если у вас позволяет напор воды, достаточно хороший напор воды, вы можете его сращивать. Потому что здесь, вот видите, вот такое вот устройство. И вы можете, купив еще один шланг, вот так вот вставить его сюда и подключить. И сделать столько метров, сколько вам надо. Но я вот на грядку всегда кладу 15 метров. Дело в том, что у меня уже есть два шланга. Но мы их будем подвешивать в огуречную теплицу. Потому что огурцам обязательно нужен полив сверху. Потому что листья этого требуют. В жару листья увядают. И обязательно должен быть полив сверху на листья огурцов. А этот шланг я купила еще один поливать грядки. Стоит он примерно вот 15 метров, где-то 700 с чем-то рублей. Ну, как бы, я считаю, он недорогой. Если вот приглядеться, многие пытаются, а я, да, сам там шланги сделаю, дырки с шилами, все нормально. Ничего не нормально. Пробовала, все не так хорошо, как бы, должно быть, да. Здесь вот даже если мы посмотрим, мы практически не увидим. Вот настолько микроскопические здесь отверстия. Вот всем советую, кто недалеко живет от Леруа Мерлен, вот купите себе такой шланг. Это очень удобно. И струи, вот допустим, мы кладем этот шланг, если на грядку, он захватывает не именно только одну грядку, допустим, а две грядки. То есть, достаточно хорошие такие струи воды. Вот, приобретите. Вот очень хорошая покупка. Говорю, не пожалела, что купила еще один. Что я еще купила? Я купила комплексное удобрение для хвойников. То есть, для туй, для елок. Это елочки, туи всевозможные, это рододендроны. То есть, мы обязательно сейчас это все должны подкормить с вами. Подкормить не просто жидким удобрением, а прорыхлив землю, подчистив землю, мы должны просто-напросто, как у меня есть выражение, немного присолить удобрением эту землю. Что я еще купила? Я купила из лист пушенки. Вот, для чего она нужна. Это, в принципе, как раскислитель почвы. Очень, в общем, не любит у нас кислые почвы свекла. Не любит капуста. Не любит морковь. Даже вот проверено, если морковь, предварительно грядку обработать вот именно известью пушенкой перед посадкой моркови. Морковь не ест проволочки. Морковь себя очень чувствует хорошо. Поэтому я вам советую обязательно приобрести известь пушенку. Потом известь мы обязательно должны с вами внести под вишню сейчас весной, чтобы вишня нас отблагодарила урожаем. Вишня тоже любит известь пушенку. Как именно пользоваться известью пушенкой. Это не именно, чтобы прям взяли, там горсть высыпали. На грядку я делаю как? Я беру марлечку. В марлечку насыпаю известь пушенку. И марлечку подвешиваю вот так вот к палочке. И как бы по мешочку бью. И припудриваю землю. Не засыпаю, а припудриваю землю известью пушенкой. Что я еще купила? Я купила селитру аммиачную. Именно аммиачную. Вы скажете, Юля, вы противница минеральных удобрений. Да, я противница всякой химии. Но вы знаете, весной, именно весной, чеснок, он требует, требует вот этой подкормки и внесения, именно внесения селитры. То есть, опять-таки, мы ее не бросаем много, а как бы присаливаем землю. Селитра просто необходима для чеснока. Именно когда сошел снег, вы его подрыхлили, вы должны подкормить селитрой. Что я купила еще? Я купила октару. Ей я... Октара жидкая. Ей я всегда обрабатываю картофель. Обрабатываю однократно. Этого хватает. Погибает жук колорадский и погибает жук. Многие говорят, что они обрабатывают престижем, по-моему, сейчас еще какое-то, в общем, появляется средство по обработке именно клубня. Я не сторонница обрабатывать именно сам клубень. Я вот один раз и то, некоторый раз это даже не требуется. Октаре очень хорошо обрабатывать фруктовые деревья. Она универсальна. Поэтому я ее всегда покупаю. Что я еще купила? Я купила биотлин. Это значит, что у нас? Это защита овощных, плодовых, ягодных, цветочных культур от насекомых и вредителей. Это может быть яблоня. Это может быть смородина. Вы можете обработать обязательно клубнику сейчас от цветоеда. Именно когда вы ее прочистили и сейчас подрыхлили. Именно обработать до цветения. Чтобы у вас был хороший урожай. И я, когда покупаю удобрения, я всегда смотрю, что бывает сейчас очень много удобрений и разводится в маленьких количествах воды. У меня, например, большой сад. И меня не устраивает этот вариант. Поэтому я покупаю в данный момент на 10 литров воды. Удобрения, которые разводятся на 10 литров воды. Я купила симпай. Это тоже для борьбы с насекомыми, вредителями, яблони, капусты и других различных культур. Я купила айлот. Это тоже самое. Плодовые, ягодные, защита от всех, от комплекса вредителей. Почему я покупала эти удобрения, извините, химикаты для обработки деревьев? Потому что я вам хочу сказать, давайте мы не будем лукавить. И кто-то мне скажет, я обрабатываю народными средствами яблони, сливы и все это помогает. Да не помогает. Просто вот раньше у нас, где мы живем, раньше были поля, были совхозы. И когда, вот как мы называем самолет-кукурузник, обрабатывала поля, конечно и садам доставалось именно этой обработки. Не было такого нашествия тли, не было белокрылки, не было вредителей, не было в садах клещей, в лесах не было клещей. Поэтому я вот все-таки советую все равно прибегнуть к обработке вот именно этими препаратами. Обрабатываем мы все наши деревья именно когда начинают только распускаться почки. А не в стадии, конечно, завязывания плодов или не тогда и, конечно, не когда цветет дерево. Можно, конечно, обрабатывать, когда оно цветет, но просто мы принесем вред пчелам. Поэтому вот такие вот я купила средства. Я купила тапаз. Тапаз, я вот честно вам скажу, но без него никуда не денешься. Это настолько хорошее средство. И многие пишут, я могу от вредителей обработать яблони? Нет. Тапаз это мучнистая роса. Мучнистая роса у нас на крыжовнике. Обрабатываем всегда двухкратно. Вот сейчас именно только начинают распускаться листочки, мы обрабатываем наш крыжовник тапазом с интервалом в 10 дней. Мы обрабатываем черную смородину. Мы обрабатываем с вами наши хризантемы, потому что они тоже подвергаются мучнистой росы. У кого есть каприфоль и многие жалуются, что она не растет и она почему-то чахнет, потому что она тоже боится мучнистой росы. То есть мучнистая роса может быть даже и на огурцах. Поэтому вот это вот средство тапаз, оно настолько универсальное и 100% оно вот именно хорошо борется с мучнистой росой. Вот. Значит, это смородина, цветочные растения и различные вот культуры. Разводится тоже жидкий препарат делается и мы опрыскиваем деревья. Многие мне задавали вопрос, Юля, какой у вас опрыскиватель? У меня опрыскиватель обычный на 10 литров жук. Я им пользуюсь уже несколько лет. Единственное, что я купила, дополнительную штангу, потому что я купила, она выдвигается где-то примерно чуть ли не на 2,5 метра и ей удобно обрабатывать деревья. И посмотрите, что я еще купила. Я купила фитоловин. Это биопрепарат от бактериальных и грибных болезней. То есть зацвела у нас почва, да, мы с вами что только не делаем, пытаемся и ничего у нас не получается. Значит, именно для каких культур вот именно этот препарат? Он, конечно, разводится в 2 литрах воды. Огурец защищенного грунта, именно гниль, корневой шейки. Это бывает очень часто в теплицах с огурцами случается. Дальше. Мягкая бактериальная гниль и трохиомиозное увядание. То есть к огурцу очень подходит хорошо это средство. Томат защищенного грунта. Это у нас корневые гнили, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевины стебля. Томат открытого грунта. Это бактериальная вершинная гниль. Альтернариоз и яблоня. Бактериальный ожог, манилиоз и парша. Вот от парша, кстати, вот очень часто бывают яблоки потом поражены. Поэтому я вот все-таки советую приобрести этот препарат. Потому что препарат природного происхождения, произведенный почвенными микроорганизмами для борьбы с бактериальными, грибными болезнями на овощных и плодовых культурах. Вот у нас препарат с вами природный, природный. То есть мы можем им пользоваться как бы не боясь. Это не химия. Вот такие покупки я сделала в магазине Леруа Мерлен. Потому что они мне ну просто необходимы. Ну что ж, пора прощаться. С вами была Юлия Меняева на своем канале Восадули в огороде. До новых встреч. Пока!